Всем привет, это FreeStudio21.com Продолжаем разбирать English phrasal verbs in use по вот этой вот книжечке McCarthy O'Donnell, Advanced Level И на этот раз у нас юнит пятый И это так называемые collocations Очень такая мутная довольно тема Обычно люди вообще теряются, что бы это могло быть Это по большому счету согласование слов между собой Как правило, под collocations имеется в виду сразу, что вот после слова какой предлог ставится Так оно и есть Но кроме предлога важно не только предлог Важно также, что после этого предлога стоит То есть согласование слов между собой Collocations может быть с фразовыми глаголами, без фразовых глаголов Это просто, грубо говоря, закономерности Что после чего можно ставить, что после чего нельзя ставить, не более того Итак, пятое один упражнение Здесь у нас, в принципе, ничего интересного нет Здесь чистая теория Ответьте на вопрос, что такое collocations И вот, допустим, второй вопрос Which of these are correct collocations? Нам даны 4, даже 5 вариантов с глаголом pour over Pour over – это фразовый глагол, классический фразовый глагол Pour over – это изучать что-то тщательно Карпеть над чем-то Итак, pour over a book Может ли такое быть? Да, это может быть Pour over a view Тщательно изучать вид Это вряд ли Pour over a manuscript Тщательно изучать какую-то рукопись Да, это может быть Pour over a flower Тщательно изучать карпеть над цветком Но это явно не в тему Pour over a list of names Изучать список имен Да То есть, особенность pour over состоит в том, что он употребляется, как правило, с чем-то таким осязаемым, с чем-то таким написанным То есть, ни с какими попало словами изучать можно, в смысле pour over, только что-то такое написанное или напечатанное В частности, книги, допустим, карты, схемы всякие, диаграммы Вот это pour over Списки всякие И так далее, и так далее То есть, это должно быть написано, это должно быть составлено, это должна быть какая-то графика, какие-то символы и так далее, и так далее Соответственно, из этого мораль Если мы видим фразовый глагол, нужно заучивать не просто отдельно стоящий фразовый глагол, нужно смотреть и заучивать, с чем он употребляется С чем он может быть, а с чем он не может быть, потому что иначе можно попасть в дурацкое положение Итак, посмотрим упражнение второе Кстати, если кого-то интересует терминология, appropriate collocation, правильное согласование слов Когда мы повезли нашу старую собаку к ветеринару, она обнаружила, что, в общем, собака абсолютно больная Нас интересует вот это выражение Обратите внимание на предлоги Обратите внимание на passive voice Readled обычно употребляется с passive voice И дальше обязательно будет стоять что-нибудь плохое То есть, не обязательно болезнь, но это могут быть недостатки, ошибки, какие-то фейлы, какие-то недочеты В отчете было полно ошибок Значит, здесь, если дословно переводить, получится была наполнена или была исполнена болезнью Ну, как бы так вот, это недословный, понятный перевод Мы переведем это как просто была больна, или полностью была больна, или была совсем больна, как угодно Но нужно помнить при этом, что readled употребляется только с чем-то плохим и обязательно swiss Ладно, значит, здесь у нас все порядок Смотрим второе Боль у него в ноге, кажется, начинает утихать или проходить, как угодно Здесь у нас is of, вот это В принципе, здесь можно даже догадаться, о чем идет речь, потому что, ну, явно от слова easy чего-то Так оно и есть И это затихать Речь может идти о боли, речь может идти о какой-то стихии Допустим, там ветер затихает, дождь затихает, там чувства затихают какие-то и все такое Ладно, значит, второе у нас правильно Смотрим третье Вы можете всегда рассчитывать на Джо, что он нарисуется или появится с какой-то идеей, которая не сработает Вот здесь, даже если я не очень хорошо знаю, что не так, все же чувствуется, что что-то, что-то не так Rely on Joe Надеяться на Джо Это один фразовый глагол И далее у нас еще один есть Hate upon an idea Значит, полагаться на Джо, что он, что у него будет идея, которая не сработает Как можно полагаться на человека, у которого идеи не срабатывают? Странно Поэтому rely on выглядит странно Что поставить? В принципе, можно поставить слово expect from Вот здесь Вы можете всегда ожидать от Джо И если мы так сделаем, дальше нам придется перестраивать радикально все предложение То есть нам придется ставить подчиненное предложение Или же убирать from, или же еще чего-нибудь Короче говоря, это как-то технически сложно Давайте посмотрим, можно ли говорить hate upon an idea Проблема в том, что вот это выражение hate upon an idea Которое дальше уточняется, что that will never work Это взаимоисключающие вещи То есть когда мне, когда я hate upon an idea Когда мне приходит в голову идея Если дословно я натыкаюсь на идею Если у меня такое, то это, как правило, позитивно что-то То есть идея априори хорошая, удачная И поэтому здесь вот это вот will never work совершенно не в тему Нам нужно сменить второй фразовый глагол Нам нужно придумать что-то другое То есть если у меня появляется hate upon an idea Это по большому счету придумать Придумать удачную идею Не что попало, а именно что-то удачное Что-то хорошее, полезное Есть очень похожий на hate upon an idea Есть очень похожее на него выражение Это come up with Вот come up with, он более такой общий что ли Предлагать То есть всегда можно ожидать, что Джо будет предлагать что-то такое Что абсолютно нереально или это не сработает и так далее То есть предлагать можно все И что-то хорошее, и что-то плохое Буквально все Поэтому нам сюда подойдет come up with Come up with может употребляться как с позитивными идеями или вещами Так и с негативными Тогда как hate upon может только с позитивными Ладно, посмотрим дальше Четвертое И хотя сейчас у нее довольно консервативные взгляды В молодости она, ну скажем так Носилась с какими-то левыми идеями Или даже можно дословно перевести Флиртовала с левыми убеждениями какими-то Здесь не ведитесь на слово politics Здесь это не политики Это не с политиками она флиртовала Это она с идеологией левой Увлекалась, скажем так, левой идеологией Все ли здесь нормально? Да, здесь все нормально То есть когда у меня вот такое вот Flirt with Это увлекаться Это не обязательно с человеком Да, мальчик флиртовал там с девочкой Или кто-то флиртовал с чужой женой Или еще чего-нибудь Да, такое может быть Но кроме этого Flirt with может употребляться абсолютно с любыми вещами В частности с идеями С какими-то занятиями Активностями и так далее, и так далее То есть это более такое широкое понятие flirt with Не надо думать, что это обязательно какой-то адюльтер Ладно, едем дальше Пятое I used to enjoy that TV series But I've gone off it a bit now Итак, раньше мне нравился этот телесериал А сейчас я к нему немножечко охладела Здесь вот это интересное Gone off Ну здесь просто Present Perfect у нас стоит Его в принципе могло не быть В любом случае Gone off это охладело здесь То есть охладел у меня интерес к этому сериалу Или я охладела к нему A bit это модификатор Здесь его могло тоже не стоять В принципе можно было вообще его не ставить То есть когда мне нужно сказать, что я вот что-то очень сильно мне нравилось А теперь не очень так нравится Или возможно сильно нравилось, а теперь мне все равно вообще Я употребляю вот такую структуру Если дословно ну как-то спрыгнуть что ли с чего-то Это может относиться к чему угодно Я охладела к ванильному мороженому Или же к телесериалу Или там еще чего-нибудь И вообще перестала там пить кофе И так далее и тому подобное Значит здесь тоже у нас все good Ладно, посмотрим, что такое шестое It's usually a good idea to keep in with your bank account Ух ты, как интересно Очень хорошая идея Быть в мире с вашим Ну или быть в хороших отношениях, скажем так С вашим банковским счетом Ну здесь, естественно, какая-то белиберда Понятное дело, что Keep in with Это, кстати, полный аналог Get on with Быть в хороших отношениях с банковским счетом Ну никак невозможно Поэтому, скорее всего, вместо bank account Я поставлю banker Your personal, personal banker С вашим личным банкиром Или как-то так С другой стороны, возможно, нам стоит Оставить bank account И заменить keep in with Поставить что-то другое Ну, например, it's usually a good idea To keep an eye upon your bank account То есть, приглядывать за своим банковским счетом Типа того То есть, не забывать, не запускать И так далее Ладно, посмотрим, что такое третье упражнение Заполните предложение правильными частицами О, вот это мы все любим Угадывание всех этих Up, from, off И так далее, и так далее Здесь просто надо знать слова не более того Итак, there is no point in hankering Дальше там чего-то Your lost use Нет смысла, ну, как сказать Жалеть, что ли, о вашей потерянной молодости Или желать возврата Здесь просто будет стоять after А hanker after Это, как правило, страстно желать чего-то По большому счету это want Ну, желать вашей утраченной молодости Типа желать ее вернуть Я так понимаю Итак, когда Мэри заметила, что вода заливает подвал Дома, по-видимому Она бросилась пулей на станцию Или на вокзал Надеясь поймать своего отца Или застать там своего отца До того, как он сядет в поезд Обратите внимание До того, как сядет в поезд Я перевела будущим временем Хотя здесь прошедшее Такое можно делать Итак, что мы имеем здесь Значит, stream into Устремляться куда-то потоком Можно сказать, хлынуть Далее dash у нас будет off Можно сказать, помчаться Можно сказать, броситься куда-то Ну, в общем, резкое какое-то движение куда-то Так, едем дальше Третье Я всегда находила интервью для приема на работу трудными Но у моего брата получается легко их проходить Что здесь может быть? Здесь, как говорится, либо знаю, либо не знаю Хотя очень интересное выражение Это sail through Вот таким образом То есть проплывать через что-то То есть легко проходить Удачно сдавать Можно sail through the exam Sail through the interview Sail through issues Там пройти какие-то трудности С легкостью Без особых трудностей Ладно, посмотрим четвертое Оно полностью поражено болезнью Нам нужно срезать Нам придется срезать это дерево Или спилить это дерево Оно полностью поражено болезнью И едем дальше Когда моя сестра была беременна Она пила много молока И совершенно охладела к чаю и кофе Здесь будет off Охладеть Потерять интерес Потерять желание пить или есть Или смотреть или чего Далее number six Harry was bleed a bitch When he started school But it seems to have is Чего-то now Здесь, скорее всего, будет is Off Тоже off То есть поначалу, когда он начал учиться в школе Его там всячески опускали и обижали Но, кажется, дело сейчас наладилось Или все успокоилось, скажем так Ладно, седьмое You should apologize to Jane's mother It's sensible to keep Дальше чего-то там Your future in-laws Тебе следует извиниться перед мамой Jane Разумно поддерживать хорошие отношения, по-видимому С твоими будущими родственниками по линии жены, скажем так Итак, что у нас здесь может быть? Здесь у нас абсолютно то же самое, что в предыдущем упражнении Было вот здесь в шестом Keeping with В принципе, здесь можно было даже обойтись без фразового глагола И достаточно было сказать Keep good relations with your future in-laws Это было бы тоже правильно Или же выражение get on ways тоже было бы правильно Ладно, посмотрим восьмое I'm flirting The idea of retraining to become a police officer Итак, я сейчас ношусь с идеей Переквалифицироваться на полицейского Значит, здесь у нас flirt with Если дословно флиртую с идеей Ну, почему бы и нет Это в смысле увлекаюсь чем-то Или же заинтересована чем-то Вот что-то в этом роде Ладно, ну посмотрим еще четвертое Оно маленькое, его тоже можно сделать Перепишите, используя соответствующую форму Ага, здесь нужно глаголы в скобках стоять К ним надо поставить соответствующие предлоги И заменить, перестроить предложение Ну что ж, быстренько попробуем это сделать Helena easily passed your driving test Здесь будет sail through Я пишу в неопределенной форме Время можно сообразить Меня интересует вот это Easily passed Ну, хорошо, напишем в прошедшем времени Как положено Ладно, второе I really don't like coffee anymore Здесь ключевая фраза Вот это don't like it anymore То есть больше мне кофе не нравится Так что здесь будет скорее всего У нас уйдет вот это отрицание И будет I go off Я бы даже сказала не go off Я бы сказала I have gone off Сейчас я как бы спрыгнула с кофе Охладела к нему Gone off coffee И тогда anymore у меня тоже вылетит То есть вот этого не будет И вот этого не будет Ладно, третье The wind is less strong than it was now То есть ветер сейчас Вот это now Оно относится к вот этой части предложения Less strong То есть сейчас ветер не такой сильный, как был Не очень удачно я считаю предложение Но в любом случае здесь будет The wind has eased off Далее Когда у меня проблемы Я нахожу, что прогулка возле моря Часто помогает мне найти решение Здесь будет hit upon a solution Причем важно solution Здесь не зря поставили solution То есть решение проблемы Это что-то хорошее Hit upon a solution Далее Массы народу В общем, кинулись в магазин Как только он открылся Чтобы найти подходящий себе товар на распродаже То есть здесь будет streamed into То есть устремились потоком в магазин И последнее There are a lot of holes in his arguments В его аргументации слишком много пробелов Или слишком много дыр Скажем так И поэтому будет так His arguments Нам надо начать с аргумента Is riddled with holes То есть весь в дырах Скажем так Вот такой вот юнит пятый Здесь нам рекомендуют использовать Cambridge Phrasal Verbs Dictionary Кстати, очень неплохой словарь фразовых глаголов Если он у вас есть Но в принципе вам любой словарь с фразовыми глаголами подойдет И даже обычный онлайн словарь И даже мультитран вам вполне сгодится здесь И даже Google переводчик иногда их переводит Но правда не все и не всегда Не надо забывать, что любой нормальный фразовый глагол Имеет несколько значений Ну и как видим collocations Никто не отменял Нужны примеры Нужно, чтобы было видно Чем он может стоять Чем он не может стоять Ссылка на всю эту страницу Будет в описании видео Равно как и ссылка на список Всех этих фразовых глаголов Также будет в описании видео Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok